Владимир Владимирович, Беларусь находится на пороге масштабного события референдума Министерства иностранных дел. Приглашало ли международных наблюдателей по своей линии? Потому что мы видим, что наблюдатели от СНГ уже работают в нашей стране. По линии МИД мы пригласили порядка 30 физических лиц, представляющих страны Европейского Союза. Тех лиц, которые изъявили желание поучаствовать в наблюдении за референдумом. Мы открыты в этом плане. Мы считаем, что те люди, которые приедут в Беларусь для осуществления наблюдения, будут максимально объективны в своих оценках и выскажут действительно объективную точку зрения, чего нельзя сказать о некоторых других структурах, функционирующих, например, под эгидой ОБСЕ. Сегодня мы видим, что европейские партнеры, не посещая Беларусь, уже начали заявлять о том, что в любом случае не признают итоги референдума. Как нам стоит реагировать на такие выпады в наш адрес? Нам надо спокойно реагировать на такие выпады. Мы проводим этот референдум в интересах народа и для народа. И проводим его в соответствии с нашим национальным законодательством. Те оценки, которые даются нашими западными партнерами, они абсолютно высосаны из пальца, политизированы. Поэтому на них не стоит обращать внимания. Мы так и делаем. Поэтому мы и приняли решение на каком-то этапе не приглашать наблюдателей от ПДИПЧ. Хотя такая инициатива была, мы обсуждали ее, но эта структура не высказала особой заинтересованности в наблюдении за референдумом Беларуси. Ради бога, мы будем работать с теми, кто готов работать с нами. В нынешней ситуации возникает абсолютно закономерный вопрос. Как часто европейские страны приглашают наблюдателей от Беларуси, от СНГ? И как сильно они переживают, если эти наблюдатели не приезжают? И, собственно говоря, почему выборы в Европе без наблюдателей от СНГ считаются демократичными, а выборы в Беларуси без наблюдателей из Европы считаются или подаются как недемократичные? Мы всегда указывали руководству ОБСЕ, руководству ПДИПЧ о том, что существуют, к сожалению, разные подходы к электоральным компаниям в странах, которые находятся в западной Вене, и к соответствующим компаниям, которые находятся в восточной Вене. Если в западные страны приезжают делегации для наблюдения в составе 4-5 человек, то в наши страны, в страны постсоветского пространства в первую очередь, ПДИПЧ стремится включить огромное число наблюдателей, доходит до 600-700 человек, как у нас было в некоторые времена. И уже одно это показывает на неравнозначное отношение руководства ПДИПЧ к электоральным компаниям в разных регионах пространства ОБСЕ. Считаю, что это абсолютно вредит и самой ПДИПЧ, и мы вместе с Россией и другими нашими союзниками много раз указывали на то, что надо выработать общие критерии к оценке выборов во всех странах, руководствоваться этими критериями и давать оценки, которые будут максимально объективными. То, что происходит сейчас, это абсолютно неприемлемо, когда в страны, в первую очередь, с постсоветского пространства приезжают делегации наблюдателей с уже заранее заготовленными, политизированными докладами, оценками о несоответствии выборов тем или иным стандартам. Хотя, еще раз повторюсь, этих стандартов не существует, в принципе, поэтому и оценивать нечего. Поэтому мы категорически против такого подхода и всегда высказывали и будем высказывать нашу точку зрения вместе с нашими партнерами. И будем добиваться того, чтобы ДИПЧО в целом занимало действительно объективную позицию по отношению, в первую очередь, к электоральным компаниям в различных странах. Вы сделали очень интересное замечание об отсутствии общих стандартов и критериев оценки наблюдателей на выборах. Стоит ли нам задуматься о создании в рамках нашего Евразийского союза неких вот таких общих стандартов и единой структуры наблюдателей на этом пространстве? Наверное, стоит идея. Она висит в воздухе, что называется. И на каких-то встречах мы затрагивали эту тему с коллегами. Есть ряд других предложений, связанных с выработкой каких-то общих подходов на постсоветском пространстве в отношении, допустим, правозащитной проблематики. Очень важно, конечно, выработать и иметь общие подходы по электоральным компаниям. Но уже то, что мы приглашаем наблюдателей от СНГ, от тех структур, которые действительно стремятся объективно оценивать процессы, происходящие в той или иной стране, это уже показательно. Я думаю, что эту тенденцию надо развивать и далее. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.